Не дожидаясь начала весны, начну бить тревогу, решила Татьяна, жительница 25-го дома в 6-м микрорайоне. Женщина недовольна тем, что сотрудники управляющей компании «Жилкомсервис» вычести внутриквартальный проезд возле их дома, сгребли весь снег к зданию. Весной это все растает, нас опять затопит, мы будем плавать, мы не сможем даже зайти сюда в подъезд. Будут опять деревяшечки какие-то. По словам Татьяны, она не раз говорила дворникам управляющей компании о своей проблеме, но сотрудники «Жилкомсервиса» никак на просьбы женщины не отреагировали. Информацию о том, когда уберут скопившийся снег возле 25-го дома в 6-м микрорайоне, нашей съемочной группе дали незамедлительно. Согласно графику проведения работ по расчистке снега при домовых территориях, специальная техника начнет свою работу с 27 февраля. Главное, чтобы это было своевременно, ведь жильцы могут обратиться с жалобой не только в телерадиокомпанию, но и в другие инстанции. Подобная жалоба недавно была написана на управляющую компанию «Уютный дом». У нас существует возбужденное административное дело по отношению к компании «Уютный дом» о невывозе снега. Мы сейчас в рамках работы административной комиссии его оспариваем, так как я точно как руководитель знаю, что снег мы, который расчищаем, вывозим, стараемся вывозить по максимуму. Кроме сугробов снега, грозящих потоплением во время весенних паводков, горожан беспокоят и свисающие из крови ли огромные сосульки. Мы работаем на пробу, называется «Уютный дом», «Уютный дом». У нас непосредственно всегда идет борьба с сосульками. То есть по промыслу это убирается, это в первую очередь, потому что это безопасность людей. Ну а здесь, конечно, опасаюсь, и дети играются, и здесь тем более открытое место. Нужно убирать. Что касается сосулек на крышах торговых центров и магазинах, то за их ликвидацию отвечают арендаторы. За управляющими компаниями – жилищный фонд. Поэтому если на кровле вашего дома огромные ледяные глыбы, пишите заявление в свою управляющую компанию. Пока еще не было востребована услуга скалолазов, но, возможно, значит, при необходимости будем привлекать и их. Вообще, если брать опыт 2011-2012 годов, то бригадой по расчистке крови у нас как раз начинается сенокоз. Это февраль, март и начало апреля. Действительно, через месяц проблема свисающих с крыш сосулек и снежных куч во дворах станет куда более актуальнее. Но чтобы во время противопаводковых мероприятий не пришлось делать больший объем работ, часть снегоуборочных мероприятий можно выполнить уже сейчас. Дмитрий Самойленко, Сергей Макарчан. Новости Губкинского.